Да-да-да, первая часть вышла ещё 3 месяца назад, но это не означает, что я обленился. Просто появились небольшие трудности, из-за которых я мало времени уделял учёбе и геймдеву. Сейчас у меня сестья в самом разгаре, но меня это уже не парит, потому что и так успеваемость не очень. Но давайте ближе к теме ролика. В прошлой части я начал разработку своей онлайн-игры, которую я делаю чуть больше месяца. Но ушло на неё всего 72 часа, поэтому и название ролика такое кликбейтное. Это видео прямое продолжение предыдущего, поэтому давайте быстренько вспомним, что в нём было. Я настроил поиск матча, синхронизацию позиций игроков и добавил 3 техники. Эм, ну, всё. И на это ушло 30 часов. На что я трачу свою жесть? Ладно, теперь начинаем этот видос. Первым делом нужно настроить UI. Добавляем кнопки управления, полоску ХП, ещё одну полоску ХП и кнопки для покупки техники. Как я уже говорил, технику нужно будет покупать. Чтобы это сделать, нужны деньги. А как можно зарабатывать деньги? Правильно, собирать их на карте. Поэтому расставляем их и добавляем вот такой счётчик. Проверяем. Эм, ничего. Ну, конечно же, блин, ничего. Нужен код, чел. Проверяем ещё раз. А теперь покупка техники. Ну, вроде всё работает, но есть одно но. Короче, если во время покупки бота какой-то игрок не в сети, он не получит ивент об этом. Следовательно, у него не будет показываться этот бот. Это можно легко исправить. Когда игрок получает ивент с позициями бота, а такого бота не существует, он просто создаёт его. Думаю, самое время рассказать о персонажах и технике для них. В общем, у каждого персонажа есть три техники. Обычный, летающий и танк. В прошлой части мы познакомились с Панком и его роботами. Сейчас предлагаю добавить ещё одного персонажа. Для этого я снова захожу на CraftPixNet. Возьму вот такого бесплатного персонажа и назову его, например, Байкер. Почему нет? Технику буду искать здесь же. Мне понравился вот этот пак. Тут как раз есть три вида роботов. Ну и всё, теперь начинаем добавлять их в игру. Байкеру я сделал вот такую атаку. Он стреляет чёрной дырой. Ах да, чёрную дыру и остальные эффекты я тоже скачал. Ах да, ссылка на сайт будет в описании. Продолжаем. Так как в игре уже были роботы, добавить новых не составило труда. Просто немного поменял спавн и пулю, которой они стреляют. Вы заметили, что иногда я играю за синих, а иногда за красных? Как по мне, это не очень. Нужно сделать так, чтобы игрок всегда был за синих, а противники за красных. Как это сделать? Просто поменять им цвет? Да нет же, если так сделать, всё равно база игрока иногда будет слева, а иногда справа. Значит, нужно инвертировать ещё и координаты игроков. То есть, смотри, если игрок получает координаты противника, мы просто инвертируем х относительно центра. Но только координаты игрока противоположной команды. Итак, с теорией разобрались. Теперь нужно это реализовать. Давайте я вам не буду объяснять, как я это сделал, потому что придётся ещё рассказать, как именно я синхронизирую координаты и откуда беру цвета игроков. К вам, короче, это не надо. Мы тут развлекаться пришли вообще-то. Если инвертировать только координату х, получится вот такая хрень. Ну, значит нам нужно ещё инвертировать ширину персонажа. А ещё угол стрельбы. Всё, ура. Я задолбался это всё делать. Давайте что-нибудь лёгкое сделаем. Например, добавим на конец воскрешения. Игрок умирает и через 5 секунд возрождается с щитом. И напоследок сделаем что-то, что не связано с кодом. Например, порисуем менюшку. Так как я не умею рисовать пиксель-арт, я решил не рисовать пиксель-арт вовсе. Вместо кнопок у меня просто белый текст. Но всё украшает этот задний фон, поэтому менюшка смотрится как минимум не убого. Меню поиска матча тоже не отличается оригинальностью. Ой, а это кто? Новый персонаж, которого добавим уже в следующем ролике. Также, наконец, протестируем режим 3 на 3 и выложим игру в плей-маркет. Поэтому ставь лайк и подписывайся на канал. Пока.